Переходим на свободное дыхание, стоим дальше. Стоим. Делаем все очень плавно, аккуратно. Левая нога вперед задерживаем. Подчат выдох, прогиб вдох. Намасте выдох, прогиб вдох. Нахлон выдох, правая назад вдох. Собака морды не задерживает. Восемь точек выдоха. Собака морды не задерживает. Резиновые сапоги. Резиновые сапоги готовьте. Какие есть? Коврики берите. Ну и все. А что там по погоде? В холоде? Теплую одежду можно взять с собой. Смотрите. Каждое утро, каждое вечно мы здесь питаемся. И у нас есть волшебный повар. И зовут его духовное имя Павана. Павана, доброе утро. Он заряжает еду молитвами. Она такая вкусная, вкусная. Он с душой, с любовью дает всем, и мы получаем удовольствие. Там есть люди, которые... Вот. Тогда была красивая такая... Под столом, да? Давай, давай. Потом я строгай. Спасибо небу, спасибо земле, за все, что есть у нас на столе. Здравствуйте. Спасибо небу, спасибо земле, за все, что есть у нас на столе. И пусть у всех людей на земле будет еда на столе. Кушай! Спасибо! Куда мы едем? Расскажите. На водопады. На какие? Гонять не берут. Да? Друзья, мы находимся в счастливой стране, где все вкусы как в детстве. И вот мороженое как в детстве здесь. Давайте за самое вкусное мороженое. Ура! Весело. Вот эта грязь. Ура! Автобус на то друг по-другому поехал. Вот так вот здесь. Это Абхазия. Горная Абхазия. Благодарная земля. Привет! Тебя как зовут? Такой Маугли, Маугли местный. Маугли. Это Абхазия. Это Абхазия. Ох, мой жир. Это мука. Подожди, а еще раз, как это работает? Сюда зерно, они начинают тереться. Отсюда перемолотая мука вываливается. Есть даже фамилия у русских – жирносек. Вот жирносек – это те, кто насекали вот эти вот насечки. Ух ты! Ну и Мельников – это оттуда же. Ну, Мельников, да. Но жирносек – это именно те, кто делали насечки. Ну, короче, вот это вон пять веков. Больше. Вся информация. Вся информация. Ты, кстати, очень продвинутый человек. Ты умеешь в мозг отключать. Я, кстати, первый раз такого человека вижу. До того, как я познакомилась с йогами, я думала, что это плохо. Что это плохо? Да. Мальчики помогают девочкам. Девочки – мальчики. Довушки – мальчики. Мы сейчас с девочками отойдем вперед кустики, когда мы для вас лапу коррек. А сейчас мы идем на водопады. Будем падать. Парик объединяет ваши души на века, народ. Ну, вы такое место. Это молодожены протапливались века назад. Ничего себе. Да. Круто. Боря, пойдем. Я через веру. А пойдемте все вместе. Все вместе пройдем. Пойдемте. Тут только Бризонак. Главное – в ногу не идти. Смотрите, это пещера. Вот там вот снизу, в реках. А вот здесь же тоже до сюда доходило? Посмотри, как вымало породы. Вот эта форма, да. Похоже, что здесь даже не знаю. Или речка какая-то текла, или ветром выдвуло. Такая прям галерея. Круто, круто. Вообще здорово. Вот, ребята, смотрите, борьба за жизнь. Вот жизнь везде идет, даже на скалах. Дерево растет, непонятно как. Прямо над головой. И вот, и человек может так же жить. Мы хотим в комфорте, и жить хорошо. Ну, конечно, конечно. Жить хорошо. Дерево, мало того, что само растет. На нем еще... Говори, говори. Дерево, мало того, что само растет. В горе, в скале. На нем еще нашли дом, другие растения. Папоротники, лианы. Вот благодарность все-таки, да? Вот он отдает все-таки. Вот это как здорово. Как в жизни у нас. Вау, смотри. Кто-то у нас идет так... Как тебе ощущения? Страшно. Вот сейчас за тебя было очень страшно. Да? Ладно, ладно. Не, а за себя чем-то страшно? Очень страшно, я боюсь высоты. Я же тебе пришел спасать тебя. Держу так, не уверен. Мой хороший. Усатый житель лесного. Скажи, вау, какой красивый. На фоне пицца поставь, чтобы размер был. Вот такой. Как его зовут? Давайте коллективно. Серег, как его зовут? Иннокентия. Да, кстати. Иннокентия. Отпустим Иннокентия, может, в родную природу? Великолепские стройки. Что, серьезно? Эта история, она имеет подсобластного? Да, да, да. С 14-го года. Они привезли клопа. Ага. Олимпиада она привезла клопа. И вот эту американскую бабочку, которая все слушала. Самшит там завезли откуда-то из Италии, что ли? И самшит был пораженный. Зараза какая. И как вы боретесь? О, дядя Вова. Путин, вы слышали? И вот буквально там за год все эти... Вот на самом деле вот это... Какой красивый каньон. И вон внизу. А мы идем по тропе. Вот с такими смелыми людьми. Встретили героев. Они занимаются каньонингом. А в чем заключается вообще? В фитспорте. По каньону пробежать все. Ну, вот так же далеко. Хорошо. Здесь мы далеко. Это видео. Это видео. Ага. Смотрите, вот надо пройти. И вот внизу. Круто. Это безумно интересно. А, вот это инструктор. А вы сколько занимаетесь? Вы два часа уже, да, занимаетесь? Мы полчаса шли. Ну, вы на самом деле как герои для нас. Мы на вас смотрим и нам это... Уже страшно. Уже страшно, да. Да. Сейчас, подожди. А, его... Работаем, работаем, работаем. Давайте. Хорошо. Так, здорово. Ребята, мы находимся в уникальном месте. Вот я такого очень редко видел где. Посмотрите, над нами метров, наверное, 60 растут деревья. И вот этот каньон вымыло миллионы лет назад. Такая здоровая река, наверное, здесь шла. И это все кастровые породы остались. Просто поражаешься творению и извоянию скульптора под названием Бог.